все началось с того что кто-то решил взять немного днк моей матери и днк моего отца и сконструировать меня в лаборатории с помощью какой-то дополненной внеземной днк чтобы смешать все это ради забавы именно с этого я и начал заниматься всем этим я был генетически сконструирован в лаборатории с нуля насколько я понимаю ученые инженеры которые создали меня на самом деле создали меня в лаборатории которая была привязана к земле а это значит что это произошло здесь на планете земля да этот проект назывался проект лунный выстрел это был один из ранних проектов по аугментации в котором предпринималась попытка отказаться от использования контроля сознания основанного на травмах это была попытка создать дополненных солдат без необходимости ломать их сто раз чтобы сделать нас более долговечными потому что ломать солдат снова и снова с помощью контроля сознания основанного на травмах делает их хрупкими ты нашел что это действительно было успешным я бы сказал гораздо более успешным я такой какой я есть даже когда в моей голове не полная овсянка потому что я был создан лучшим образом и не ломался снова и снова да я имею в виду что мне все еще приходилось самостоятельно восстанавливаться после боевой травмы но мне не пришлось восстанавливаться почти также сильно после травмы на тренировке вот и все ну я проходил подготовку самого раннего детства до подросткового возраста а затем когда мне исполнилось 17 лет меня направили на службу вот тогда они решили что я получил фактическое назначение на 20-летний срок который как вы знаете люди называют 20-летним и вернулся в подразделение секретной военной космической программы которая заключила контракт с эмп то есть силами обороны марса ты действительно поступил на военную службу в сша до того как начал отдыхать нет на самом деле я никогда не вступал в армию и не был добровольцем я пошутил но на самом деле когда я шучу я морской пехотинец самого детства так что я служил в специальном подразделении корпуса морской пехоты соединенных штатов поступил в систему когда был младенцем значит где-то есть листок бумаги в котором указано мое имя и дата вступления в силу когда я был младенцем в качестве буквы меня никогда не брали на работу я был создан для того чтобы пройти обучение и быть развернутым с нуля так что именно это и было целью моего создания не было никакого эй ты хочешь прийти и сделать это это было что-то вроде нет мы разрабатываем тебя мы тренируем тебя ты делаешь я никогда не был добровольцем основной акцент на наших повышенных способностях делается на том что я действительно говорю быстрее сильнее умнее и так ты знаешь что касается боевой подготовки во всех аспектах пехотного боя но мы пытаемся сделать нас знаете ли немного умнее немного сильнее немного быстрее чтобы мы адаптировали все эти инструменты немного лучше я просто пытаюсь сделать так чтобы солдаты из нашей программы были хоть в чем-то передовыми превосходящими все остальное что есть у кого-то еще по крайней мере в какой-то мере в сша типичная униформа это я имею в виду что это что-то вроде комбинезона но на самом деле это не комбинезон а защитное нижнее белье верхняя одежда которую вы носите под защитным бронежилетом так вот это гидрокостюм если кто-нибудь когда-нибудь видел экзоскелет то вы знаете что это гидрокостюм с гидравлическим приводом и так у тебя должны поместиться ноги руки есть секция туловища он оснащен гидравлическим приводом так что ты можешь прыгать дальше бегать быстрее в течение более длительных периодов времени с большим старым шлемом который я называю шлемом база лайтера потому что на нем такой большой куполообразный шлем потому что у него есть дисплей спереди а ты не можешь мне очень жаль но железный человек все неправильно понял у тебя не может быть хит сап дисплея который находится в двух дюймах от твоего лица у тебя должен быть хит сап дисплей который находится по крайней мере в шести дюймах от твоего носа иначе ты его не увидишь Так что это было типично для тебя. Это была наша типичная униформа того времени, нечто под названием бронежилет серии Арчер и защитный костюм для окружающей среды. Одежда, которую мы носим под ним, в основном темно-серая, а сам костюм какого-то красновато-оранжевого цвета. Комплект тяжелой брони экологический костюм, как мы привыкли его называть, похож на красновато-оранжевый. А смогли ли вы с его помощью убежать от некоторых представителей дикой природы на Марсе? Ой, да, конечно, от местных обитателей дикой природы, мы могли бы в значительной степени убежать и перепрыгнуть через них без особых трудностей. Хорошо, почему бы тебе немного не поговорить о дикой природе? Потому что ты знаешь, что НАСА считает Марс мертвой планетой. И поэтому, если у нас есть базы на Марсе, значит, воздух пригоден для дыхания. Не могли бы вы прокомментировать это и, может быть, какие виды дикой природы вы могли видеть? Конечно, условия окружающей среды, хотя НАСА любит говорить, что там не обязательно есть пригодная для жизни жизнь. У меня есть несколько спутниковых фотографий Джпле, на которых изображены деревья и крупные биологические животные. В экваториальном регионе, где я был всего пару раз, водятся животные покрупнее, но там, где мы были, а это было намного севернее, все было очень маленьким. Такие маленькие птички, маленькие ящерицы, маленькие норные грызуны, млекопитающие. Но как только ты окажешься под землей, все может стать немного больше. Так вот, там было несколько пещерных пауков, которые были довольно большими, и гигантские саламандры размером с автобус. В любом случае, это и есть животный мир. Биологическая жизнь на Марсе невероятно похожа на земную. На самом деле, я бы сказал, что они настолько генетически схожи, что некоторые вещи могут быть почти одинаковыми или невероятно тесно связанными. Итак, сестры, родственные планеты, родственная генетика. Деревья очень похожи, кустарники очень похожи. Я мало что сказал о птицах, роющих норы в земле, которые невероятно похожи друг на друга. Это было до жути похоже. Без разницы в силе тяжести бывают моменты, когда ты не смог бы заметить разницу. Без изменения силы тяжести ты мог бы подумать, что находишься в юго-западной пустыне или в штате Юта или где-то в этом роде. Ученые когда-нибудь забирали какие-либо из этих образцов животных или растений обратно на планету Земля и смотрели, смогут ли они здесь выжить? Я никогда не принимал в этом участие, но я могу только предположить, что у нас есть ученые, инженеры и биологи, которые собирают образцы и изучают их там, а также привозят сюда для изучения. Я бы подумал, что это довольно распространенное явление. Итак, вы упомянули, что гравитация это примерно то же самое, что и на Земле 0,4, так что это означало бы, что если бы кто-то вырос на Марсе, он вероятно не смог бы вернуться на планету Земля. Правильно, значит базы, которые у нас там есть, имеют гравитационное покрытие, имитирующее земную гравитацию. Мы были бы в наших казармах при одном G, а затем вышли бы наружу, чтобы 4 года и штаб-квартира на Аресе Примосе, которая является военным штабом, административным штабом МДФ и ЦУПом, который снова является силами обороны Марса и корпорацией колоний Марса. А еще в колониях в пол встроено гравитационное покрытие, которое доводит все до 1 G, чтобы люди, которые там живут и выросли, могли перемещаться туда и обратно. Но в противном случае, если бы ты действительно вырос при силе тяжести 4,4 G, ты не смог бы вернуться на планету Земля при силе тяжести в 1 G. Иначе ты почувствовал бы себя раздавленным и не смог бы дышать. Овен Премус? Трудно точно сказать, насколько он велик. Асфальтовое покрытие снаружи, я бы сказал, простирается по меньшей мере на милю в любом направлении. А затем есть этот, знаете ли, горный склон с массивным, я бы сказал, фасадом здания перед ним, а затем, очевидно, основание позади него намного больше и уходит назад в это горо. Но я никогда не был там целиком, поэтому не могу сказать, насколько он велик. Но я бы сказал, что его площадь составляет по меньшей мере 100 квадратных футов или больше. Наверное, 150 квадратных футов. 90% территории объекта находится под землей. Так что взлетно-посадочная полоса, по которой спускаются корабли, может приземлиться снаружи на летное поле. А затем есть пара разных точек входа, чтобы попасть внутрь или спуститься на объект. Таким образом, более 90% территории объекта находится под землей или защищено горными породами. Небо здесь голубое. Красноватый оттенок появляется из-за фильтрации, которую они устанавливают на марсоходы и подобное изображение, чтобы планета выглядела устрашающе. Но это же голубое небо. Обычное голубое небо. У тебя когда-нибудь были какие-нибудь твари, пытавшиеся прорваться на базу или пройтись по асфальту? Что-нибудь вроде гигантских пауков или сверчков? Обычно у нас не было инвазивных вредителей, проникающих в казармы или на базу. Там были местные виды, виды рептоидов, виды насекомых. Иногда у вас могло быть вторжение на объект, которое время от времени случалось, но животный мир в значительной степени держался в стороне. Так что у нас была довольно-таки внушительная система защиты. Были ли рептилии и инсектоиды, с которыми ты столкнулся уроженцами этой планеты? Да, местные инсектоиды и рептоиды родом оттуда и живут там очень-очень-очень долго, насколько я знаю. Насколько я понимаю, местные насекомые прибыли туда несколько сотен тысяч лет назад, так что они живут там очень-очень долго, но они эволюционировали не оттуда. Но рептоиды – это эволюционировавший вид, который произошел от менее крупных скальных ящериц. Я бы, наверное, описал их так. И так же, как если бы мы произошли или генетически изменились от приматов, то они произошли или генетически изменились от маленьких скальных ящериц. Их рост будет разным, для местных рептоидов рост будет варьироваться примерно от пяти с половиной футов до примерно семи с половиной футов в высоту. Крупные особи ростом 7-7 с половиной футов могут быть очень внушительными и очень устрашающими. Они широкоплечие, действительно толстые, очень сильные, свирепые, большие, гигантские люди-ящеры. Да, они немного внушительны. Я бы сказал, что оттенок их кожи, как правило, песочного цвета, то есть от коричневого до красновато-коричневого, от красновато-коричневого до коричневатого. Но тогда у них были бы узоры, которые могли быть любого цвета, от ярко-желтого, черного, красного, коричневого. Которые создавали бы эти узоры, как правило, у них на спине, руках, а иногда и на головах или лицах. А были ли они племенными, похожими на коренных американцев здесь, в новом свете, или они были чрезвычайно развитыми? И то, и другое. У них невероятно продвинутое понимание науки и техники. Они способны делать некоторые довольно продвинутые вещи с помощью науки и техники. Но они, как правило, живут в гораздо более примитивном состоянии и, как правило, живут как племенные общины. Но с некоторым продвинутым пониманием того, как они строят мальчик, в которых они живут, и технологии, которые они используют для получения тепла и света, очень интересны. И это не просто кострище, факелы или что-то в этом роде примитивное. Так что у них есть своего рода интересное сочетание передовых технологий и того, что я бы назвал элементарным, почти примитивным образом жизни. Почти как у амишей. У них есть эта способность понимать и использовать технологии, но они используют их в очень ограниченном смысле. Они, как правило, предпочитают вести простой, упрощенный, нетехнологичный образ жизни. И это проистекает из их собственного понимания того, что значит быть постпланетным, близким к разрушению планеты. Так что такое отношение напрямую проистекает из того, что планета почти уничтожена передовыми технологиями и воинственными технологиями. Поэтому они верят, что возвращение к этой более простой, более духовной жизни, это способ не идти снова по тому же пути, ведущему к саморазрушению. Но они очень способны и очень способны. Пытался ли кто-нибудь из людей когда-нибудь взаимодействовать с этими рептилиями, может быть даже жить с ними, просто чтобы изучить их? Мой отряд действительно попал в плен, и мы провели с ними пять с половиной, почти шесть месяцев. Значит, туземцы не очень-то дружелюбны, ты это хочешь сказать? Нет, на самом деле так оно и есть, что довольно интересно. Ты знаешь, что местные рептоиды, ты знаешь, на поле боя это воинственный вид, поэтому с ними трудно иметь дело, и пока мы вроде как демонстрируем свою силу, типа поехали. Ты знаешь, они демонстрируют свою силу, поехали. Итак, мы постоянно ссоримся. Но когда мы попали в плен, с нами не обращались жестоко, не пытали и ничего подобного. Они хотели узнать о нас больше, развить, знаете ли, наладить какое-то общение и понять, были ли мы вредителями, достойными членами семьи или дальними родственниками, или как им следует с нами обращаться. Они провели небольшое генетическое тестирование и выяснили, что мы были давным-давно потерянными двоюродными братьями, жившими несколько тысяч и тысяч, десятки тысяч лет назад. И поэтому решили, что за пять с половиной, шесть месяцев мы познакомимся с ними очень хорошо. Это означало жить в их общинах в качестве членов общин, участвовать в повседневной деятельности и проходить некоторые из их воинских тренировок и псионических тренировок. На самом деле, они действительно очень милые люди, если быть честным с тобой. Сказать, что все рептилии – бессердечные, бесчувственные существа, которые просто хотят доминировать над людьми или пожирать их, это совершенно неправильно. У них было невероятное сострадание от всего сердца, они были очень заботливы и любили друг друга, и были невероятно добры и сострадательны к нам. Это было на таком уровне, которого я совсем не ожидал, и я нашел это обезоруживающим и трогательным, и я считаю их большой семьей, потому что это точно так. Что касается их рациона питания, то они в основном питались гигантским хвостом саламандры. Опять же, эти саламандры размером примерно с грузовика. Поэтому они отрезают хвосты и, знаете ли, нарезают их, сушат и готовят из них кучу разных блюд, супы, рагу и мясные пироги. Но все это, знаете ли, смешивается с разными грибами, мхами, лишайниками, какими-то травами, без сахара, без специй. Так что все на вкус похоже на грязь и грязь, но у тебя как бы вырабатывается вкус к этому. Это невероятно питательная пища, но она не обязательно должна быть вкусной на первый взгляд. Но на самом деле она действительно полезна для здоровья и полезна для вас. Но это в значительной степени то, чем они кормят нас, вариацией того, что они готовят из восьми различных блюд из хвоста саламандры. Они когда-нибудь называли тебе свои имена или они были телепатами? Не так ли? Они действительно довольно хорошо говорят по-английски. Их язык в своей палитре отличается от нашего, поэтому когда они говорят по-английски, это происходит с сильным акцентом. Но вы знаете, и вам требуется несколько минут, чтобы ваше ухо вроде как начало настраиваться на акцент, как у кого-то с действительно сильным иностранным акцентом. Но они мальчик на самом деле довольно хорошо говорят по-английски, и им это не очень нравится. Им не очень нравится, когда мы говорим на их языке, потому что мы делаем это плохо, и они считают это своего рода оскорблением. Они сочли немного оскорбительным плохо произносить их слова и их язык, так что на самом деле они этого не делают. Они научили меня нескольким словам, но ты же знаешь, они не хотели, чтобы я слишком много пытался говорить. Они общались в основном на английском языке. У них определенно были некоторые продвинутые псионические способности, и мы могли общаться с помощью телепатической связи, но их главным занятием было вербальное общение. Они разговаривали друг с другом. Они когда-нибудь говорили тебе, как их зовут? Да, я имею в виду, они, конечно, произносили бы свои имена при мне, но в большинстве случаев так и было бы. Мы пришли бы к пониманию имени, которое я бы им дал, чтобы я мог с ним ознакомиться, но опять же не было бы оскорбительно произносить их имя плохо. Ты знаешь, потому что у них есть такая глубокая система убеждений, что важно не только то, что ты говоришь, и ты знаешь, что это создает твою реальность с помощью вибрации, но и то, как ты это говоришь, действительно важно. Так что они действительно очень точны в этом вопросе. Как ты назвал? Разные имена, ты знаешь, большую часть времени мы просто приходили к пониманию того, что они говорили мне, как их зовут. А затем, ты знаешь, у нас был бы такой разговор, в котором я выбирал бы имя, чтобы назвать их, которое обычно было бы мнемоническим вокруг чего-то похожего на их имя. Был или нет, в зависимости от обстоятельств. Главным человеком, с которым я проводил много времени, был вождь шаманов, и его имя было довольно сложно произносить, поэтому он попросил меня выбрать для него имя. И я не совсем уверен, почему я это сделал. Я, наверное, происхожу из очень традиционной библейской семьи, и поэтому я назвал его Иезекиилем, таково было его имя. И его это устраивало? Да, ой, его это совершенно устраивало. Я чувствовал, что это было совершенно уместно. Я имею в виду, это был увлекательный опыт, и я просто хочу еще раз подчеркнуть, что они очень умные, очень чуткие и сострадательные существа, свирепые, свирепые воины, которые заслужили право быть ужасающими и уважаемыми за то, что они делают на поле боя. И они предпочитают рукопашный бой с ручным оружием на близком расстоянии, обладая при этом возможностью использовать свои псионические способности. Но, честно говоря, они наносят удары вместе с нами. Если бы они действительно хотели использовать кулак, я имею в виду, они смогли бы сокрушить нас на поле боя, но в основном они просто хотели. Хорошо, давай посмотрим, на что ты способен, и это было испытание. У них тоже есть разные высказывания, например, они борются за то, чтобы писать, и борются за правду. Так что, если тебе нужно понять правду о чем-то, или тебе нужно понять правду о ком-то, ты сражаешься с ними, вот как ты докопаешься до истины. Именно так ты узнаешь чью-то и истинную душу, сражаясь с ним вместе. Как тебе удалось освободиться от этих рептилий? Примерно через пять с половиной шесть месяцев они отпустили нас. Они фактически вернули нам наше снаряжение и отправили обратно со словами, хорошо, расскажите своим людям все о нас. И скажите им, что мы готовы поговорить, когда они захотят поговорить. Они когда-нибудь позволяли кому-нибудь из этих местных рептилий разгуливать по территории штаб-квартиры базы? Нет-нет, я ни в коем случае не хочу, чтобы местным рептоидам или инсектоидам, насколько я понимаю, разрешалось разгуливать по-любому из наших объектов или баз. В какой-то момент, когда мы действительно начали заключать ранние дипломатические соглашения с насекомыми, мы потратили некоторое время на посещение Ихульев. И там была программа обмена, так что некоторые из их персонала направлялись на объект, который у нас где-то был. Это было не наше заведение, но произошел какой-то обмен, некоторые из их людей пришли поболтать с нами некоторое время, и мы отправили нескольких человек в один из Ихульев, чтобы поболтать с ними некоторое время, и это опять же заняло около шести месяцев. Ты хочешь рассказать еще что-нибудь о рептилиях? Опять же, я глубоко уважаю их за то, кто они и что они собой представляют, и они являются одновременно грозным противником и грозным союзником, наблюдая за тем, что они могли бы сделать со своими псионическими боевыми способностями, когда бы действительно захотели. Я бы предположил, что если мы хотим максимально развить свои способности как человеческие, физические, псионические воины, нам нужно тренироваться вместе с ними. Вчера ты также в частном порядке упомянул, что рептилии научили тебя определенным способностям. Ты можешь описать что-нибудь из этого. Я не хотел бы слишком вдаваться в подробности того, чему они нас научили, потому что, честно говоря, это прозвучит хвостовством. Достаточно сказать, что они научили нас максимально использовать наши способности манипулировать энергией и материи вокруг нас, чтобы иметь возможность делать, знаете ли, еще более удивительные сверхчеловеческие вещи на боевых аренах. Хорошо, на этом этапе давайте также рассмотрим инсектоидную сторону этого дела. Не могли бы вы описать, как выглядят эти инсектоиды и как вы взаимодействовали друг с другом? Конечно, насекомоподобные виды, трутни, как я бы их назвал, около пяти с половиной футов ростом. И хотя многие люди называют их мантикулярными видами, это совершенно справедливо, но они, на мой взгляд, гораздо больше походили на гигантских муравьев. Итак, у них есть две ноги, на которых они стоят, верхние отростки, которые они используют в качестве рук. А затем у них есть эти два средних отростка, которые могут быть либо теми, либо другими. Таким образом, в зависимости от того, нужна ли им дополнительная устойчивость на земле, чтобы за что-то ухватиться или стабилизировать себя. Или предплечье, чтобы схватить поднять или манипулировать чем-то, зависит от того, что используют эти два средних придатка. Они прямоходящие. У них есть способность к вербальному общению, но они, я бы сказал, еще больше зависят от псионической коммуникации. Итак, в первый раз, когда я общался с одним из них, это было ментальное телепатическое общение, но они также научили нас нескольким словам. Но их язык было еще труднее понять, чем язык рептоидов, потому что небо насекомых еще более отличается, и в нем много шипящих звуков воздуха, и в нем слышались какие-то легкие жужжащие звуки. Так что нашему уху действительно просто трудно различить множество различных звуков, чтобы понять, что означают слова в предложении или что-то в этом роде. Но ведь они в основном общались телепатически. Но главное для них было то, что они не любили сражаться сами с собой. Как правило, они создавали других насекомых, чтобы те сражались за них. Так что большую часть времени, когда мы вступали в боевые действия с инсектоидами, на них нападали десятки тысяч, сотни тысяч или миллионы других мелких насекомых. Ну вы знаете жалящих жуков, которые, как вы знаете, размером с волейбольный мяч или размером с маленькую собаку в некоторых случаях. Если быть честным с тобой, то это было бы просто безумием. Это пошло бы на пользу миллионам людей. О, да, это просто целые стаи. Я имею в виду, что в некоторых случаях десятки тысяч, в некоторых случаях сотни тысяч, в некоторых случаях может показаться, что миллионы из них просто летают в небе вокруг тебя. Возможно, я преувеличиваю эти цифры, но судя по тому, как это выглядит, когда ты находишься в облаке насекомых, тебе кажется, что их миллионы. Они генетически сконструировали их всех в своих собственных ульях или на своих собственных базах и высидели их. А затем, знаете ли, они высиживали все, что им было нужно. Знаете ли, ежедневно, и потому что процесс репродуктивного роста у детенышей довольно быстрый. Таким образом, они могли бы вылупиться из ста насекомых для целого роя. Все эти насекомые могли бы быть уничтожены, и к концу недели они могли бы вылупиться еще на пару сотен особей или что-то в этом роде. Так что они представляли собой грозную силу только из-за огромного количества, которое они могли представить в любой момент времени. На них не было никакой одежды. Инсектоиды были такими же голыми, как и все остальное. На них был просто экзоскелет, вот и все. Но гигантское насекомое выглядит совсем не так, как то, на которое ты смотришь, оно такого размера. Я имею в виду, что экзоскелеты были блестящими, но в то же время покрытыми маленькими волосками, так что в некоторых местах они были почти пушистыми. Потому что в этом месте они большие, и поэтому вы можете видеть, знаете ли, такие волоски-щупальца, которые у них на руках, ногах и на грудной клетке и живот. Так что в зависимости от того, на какую часть их экзоскелета ты смотрел, она могла быть действительно гладкой и блестящей или слегка пушистой. Рептилии действительно носили одежду. На самом деле это интересный момент. Опять же, они вели довольно примитивный образ жизни, но ткань, с которой они шили свою одежду, была невероятно тонко помолота. Она действительно была похожа на тонко помолотый шелк или хлопок. Я не думаю, что они когда-нибудь использовали бы хлопок. Многое из этого больше походило на шелк, но оно было невероятно тонко помолото, выглядело так, как будто это было, знаете ли, вау. Похоже, что действительно продвинутая группа людей сделала эту одежду. Воины выходили в бой в чем-то вроде, за неимением лучшего слова, мы назовем это кольчужой, но больше ее часть была сделана не из металла. Она была собрана по кусочкам из кусочков камня или ракушки, которые они сплетали вместе, а затем накидывали на себя. На самом деле, в некоторых случаях она довольно симпатичная, если быть честным с тобой. У нас действительно было личное общение с инсектоидами. На самом деле, однажды мы патрулировали и оказались перед одним из их ульев, а они как бы слонялись вокруг, выносили вещи наружу и по какой-то причине раскладывали их на солнце. У меня сложилось впечатление, что мы небольшая группа и не представляем угрозы для насекомых, и я предложил членам моего отряда. Интересно, что было бы, если бы я просто подошел туда и попытался поздороваться. И один из участников группы сказал, о да, давай сделай это. Я хочу на это посмотреть. Я хочу увидеть, как ты прибежишь сюда с одной рукой, а другой будешь кричать. Но все произошло совсем не так. Они на самом деле были очень милыми, и мы вроде как помахали друг другу и представились по-настоящему просто. Привет, я Рэнди, я оттуда. И этот беспилотник посмотрел на меня и проник прямо в мой разум и сказал, что его зовут Стетфаст. И он сказал, и я живу здесь. А потом я вроде как не знал, что сказать после этого, потому что у меня действительно не было плана ни на что, кроме привет. И поэтому мы как бы неловко постояли там с минуту, а потом я подумал, так можно мне пойти и рассказать об этом своим друзьям. Могу я позже привезти своих друзей и познакомиться с твоими друзьями? И они сказали, да, конечно. И поэтому я вернулся на базу и сказал своему генеральному директору, что мы установили контакт и что они должны уведомить дипломатический корпус, а он такой, ни за что на свете. Я должен признать, что это был смелый ход, и просто так получилось, что никто не пострадал. Но да, а затем началась примерно шестимесячная программа, в рамках которой некоторые из наших сотрудников дипломатического корпуса ежедневно посещали их, чтобы пообщаться и попытаться лучше понять их, что в конечном итоге привело к мирному соглашению и договору. Вот после этого мы и подружились. Что касается самих дронов, то я никогда не видел, чтобы они пытались откусить кому-нибудь руку или оторвать лицо. Но они не просто создали эти раи насекомых. Они также создали несколько гигантских насекомых покрупнее. Хуже всего были гигантские сороконожки. Они, вероятно, достигают примерно 1820 футов в длину, 3-4 футов в ширину, с жвалами шириной в метр. Одна из них несколько раз кусала меня пополам. Как тебе это удалось? Как тебе удалось выжить? У них в костюме есть автоматические жгуты, а у нас есть эти медицинские бульдоги. Бульдог это всего лишь транспортное средство, которое перевозит людей туда и обратно, а у медицинских бульдогов есть эти стазисные кровати. Так что они в основном могут взять раненого человека, поместить его в стазисную кровать, что замедляет метаболические процессы. Так что вы умираете намного медленнее и обычно этого достаточно. Мальчик, мы доставим вас обратно в лечебное учреждение, поместим в голографические клеточные регенерирующие кровати и начнем собирать вас обратно воедино. У тебя действительно есть воспоминания о том, как тебя съели? Разорвали на части и скусали. Ну ты знаешь, укусили в лицо, оторвали часть челюсти и все такое не раз. Да, так что но. Ты стараешься не вспоминать об этом? На самом деле я стараюсь не думать об этом. Гигантские сороконожки могли двигаться очень быстро. Я имею в виду, у нас был этот бронежилет с электроприводом, чтобы мы могли быстрее бегать и прыгать, чтобы убежать от них. Но если бы я был на двух ногах, а не в бронежилете с электроприводом, я бы не смог убежать от одного из них. Они определенно смогли бы обогнать нас в драке. Они двигались довольно быстро. Я не знаю как, я не знаю, с чем бы я мог сравнить. Я имею в виду, что, наверное, они могли бы мчаться со скоростью где-то от 10 до 15 миль в час. Это довольно быстро для того, кто стоит на ногах. И там, где мы находились, в каком-то северном регионе, который я часто описываю как что-то вроде Аляски по долготе, было намного холоднее, растительность была меньше. Поэтому небольшие кустарники, небольшие деревья в основном были тем, что мы там видели. Опять же, существа, которые выглядели невероятно похожими или почти точно такими же, как растительная жизнь здесь на земле, просто не на земле. Но по большей части это было так. Я бы сказал, что мы этого не делали. Я никогда не видел дерева или кустарника, который был бы, знаете ли, наверное, выше 4 или 5 футов высотой. Вы знаете, там, где мы были, в этом, знаете ли, более северном регионе. Но опять же, я видел несколько спутниковых фотографий деревьев, которые выглядели как действительно большие хвойные деревья, например, высокие ели или сосны. Ты когда-нибудь ездил в экваториальный регион, чтобы исследовать его? Я никогда не исследовал его. Именно там мы приземлились в Примусе Овна. Итак, когда я впервые приехал, это было в экваториальной области, и пару раз, когда я ездил туда и обратно в Примусе Овна, я был там. Но это не та область, где я проводил время, знаете ли, бродя по чужаку в пустыне, чтобы узнать много об этой области лично. Я слышал множество других историй об этом от других людей, но у меня очень мало личного опыта в этом деле. Не могли бы вы описать, как выглядит экваториальная область? Опять же, все это выглядит довольно похоже. Это что-то вроде атмосферы высокогорной пустыни, довольно разреженной. Ты знаешь, у вас есть камни желтоватого, красноватого и песочного цвета, а также гравий и песок на земле, по большей части, в которых много оксида железа. Поэтому в воздухе ощущается запах ржавчины. Значит, у тебя такой разреженный воздух и такой запах ржавчины, что пахнет, как на старом заводе. И опять же, я не тратил время на то, чтобы бродить по окрестностям и много рассуждать о дикой природе или растительной жизни в экваториальных регионах. В экономике марсианских колоний я не очень разбираюсь, но я понимаю, что так оно и есть. У них есть своя собственная денежная система, которая похожа на маленькие пластиковые монетки с чипами внутри и немного бумажных денег, у которых также есть, знаете ли, магнитные полоски, как у нас, чтобы вы могли, нельзя же просто поделать это. Колонии пытаются стать самодостаточными, так что у них есть шахты, добыча полезных ископаемых, добыча воды, развитие собственного сельского хозяйства, немного скотоводства. Я разговаривал с парнем, который был свиноводом в одной из тамошних колоний и помогал разводить свиней. Вот и марсианский бекон. А свиньи питались так же, как местные травы? Я, честно говоря, не знаю. Мы почти не говорили об этом. Я думаю, что так оно и было, они не выросли на открытом воздухе. Они должны воспитываться в защищенном помещении. Ветер и внешние условия окружающей среды все еще могут быть довольно жестокими, так что мы не можем просто жить на поверхности, не находясь в защищенных сооружениях. Так что колонии, насколько я понимаю, находятся либо в основном под землей, либо под куполами, которые как бы частично погружены в землю. Так что не могли бы вы подробнее рассказать о производстве продуктов питания? Где они это делали? Я предполагаю, что у них есть гидропоника, и импортировали ли они продукты питания? Насколько я понимаю, это опять же попытка быть самодостаточными. Я не думаю, что они на 100% самодостаточны, судя по тому, что я слышал. Так что есть некоторые проблемы с импортом-экспортом, недостатками и излишками. У нас была еда в кафетерии, которая, знаете ли, я не знаю, откуда бралась большая ее часть, была ли она приготовлена на месте, или все это доставлялось туда. Но у нас не раз был клубничный пирог или клубничный пирог, на который кто-то намекнул, что это не так. Положи туда клубнику, значит, я могу это сделать. Это заставляет меня предположить, что это какой-то другой сорт фруктов, который содержит эфир клубники, именно он придает клубнике ее запах и вкус. Но никто не сказал бы, откуда это было, или откуда оно взялось, или что это был за фрукт. Но я предполагаю, что это был неземной фрукт, который просто на вкус выглядел и пахнул точно так же, как клубника. У них есть кофе? Да, мы действительно пили кофе. К счастью, у нас было что выпить. Им, вероятно, пришлось бы импортировать его? Я бы почти гарантировал, я не знаю, смогли ли бы они выращивать хороший кофе где-нибудь на Марсе. Это, вероятно, было импортировано, но да, я не знаю конкретно, каковы списки вещей, которые они возят, и вещей, которые они отправляют, но есть попытка быть самодостаточными. Но они не полностью самодостаточны. Таким образом, это сопряжено с определенными затратами, и к тому же ощущается нехватка воды. Таким образом, они добывают воду, и, насколько я понимаю, им также приходится импортировать воду. Численность населения, трудно сказать. Мы знаем, что несколько лет назад проводилась всеобщая перепись населения колоний, численность которого составляла около 10 миллионов человек. И мы почти уверены, что численность населения колоний составляет по меньшей мере 150 человек плюс персонал. Это может быть от 200 до нескольких тысяч долларов. С тех пор, как колонии появились примерно в середине 1975 года, мы знаем, что некоторые из людей, которые там живут сейчас, являются сыновьями, внуками, дочерьми и внучками людей, которых отправили туда в 70-е годы, но они, безусловно, постоянно пополняют колонии персоналом и людьми. И из того, что я понимаю, значительное число этих людей, это в некоторых случаях люди, которых они вербуют, в некоторых случаях люди, которые становятся волонтерами, которые участвуют в специальных программах, которые получают возможность быть волонтерами, а в некоторых случаях люди, которых просто похищают, чтобы жить там. Я недостаточно разбираюсь в происхождении МДФ, чтобы точно знать, как и когда это началось. За исключением того, что это было опять же примерно в то же время, когда образовались колонии. Они собрали вместе этого военного подрядчика, которым были силы обороны Марса. Так что я не знаю, кем они были, какие инструменты у них были, какое оружие у них было на первом этапе. Я не очень уверен в этом. Медицинская технология, которую они использовали, представляла собой технологию голографической клеточной регенерации, которая использует голографическую проекцию вашего идеального генетического кода на клеточный уровень. Таким образом, он использует нечто, называемое резонансом доминирующей гармонической частоты, чтобы сообщить поврежденным клеткам, чтобы они соответствовали голографической проекции и восстанавливались до совершенства. Или если ты потеряешь конечность, ты можешь отрастить целую конечность, потому что та же самая голографическая проекция обманывает ядра клеток в твоей руке или ноге. И будет продолжать расти до кончиков пальцев рук или ног, потому что она думает, что там больше руки. Это голографическая технология клеточной регенерации, но обычно ее называют полым ложем или сокращенно ложем. На вашем веб-сайте я заметил, что вы проводите компанию Гафандме, чтобы распространить некоторые технологии. Это то, что вы делаете с этим? Да, мой главный инженер. У меня есть главный инженер, который является бывшим сотрудником NASA, который является блестящим специалистом. И у нас было много дискуссий о том, как воспроизвести эту технологию. И у нас, конечно же, были серьезные разговоры о том, что нам нужно будет сделать для голографических проекторов. Что нам нужно сделать так, чтобы компьютерное программное обеспечение воспроизвело эту технологию. Я бы предположил, что то, что мы могли бы сделать на первом этапе, это не копировать технологию, которую мы использовали, на том же уровне. Технология, которую мы использовали, имела ряд того, что я бы назвал дополнениями к ускорению. Так что, знаете ли, когда я был в больнице, и мне нужно было собрать ногу или руку обратно. Это происходило действительно быстро по сравнению с тем, какое устройство, скажем, мы могли бы разработать и построить. Здесь можно было бы сгодиться, но это не имеет значения. Это не имеет значения. Какая разница, если бы я мог, пустотелая кровать военного образца, если бы я потерял руку и смог отрастить ее от локтя до кончиков пальцев, скажем, за 4-6 часов. Это невероятно быстро. Не имеет значения, создадим ли мы здесь устройство, которое потребует от кого-то ежедневных сеансов, которые займут от 2 до 3 часов. А на восстановление руки уйдет 3 месяца. Это не имеет значения. Мы все еще можем отрастить руку заново. Вот и все. Это лучше, чем ее вообще не иметь. Да, это лучше, чем ее совсем не иметь. Итак, мы говорим о том, что в некоторых случаях лечение будет регулярным, непрерывным, к которому вам придется возвращаться снова и снова и продолжать этот процесс. Но вы все равно сможете полностью восстановить его. Таким образом, мы могли бы восстанавливать разрушенные конечности, отрубленные конечности, любые типы поврежденных тканей, рак, все что угодно. На самом деле, вы можете восстановить все, что повреждено или не идеально, до состояния клеточного совершенства. А как насчет когнитивных расстройств, таких как биполярное расстройство, шизофрения? Насколько я понимаю, вы можете восстановить биологию мозга, когда говорите о психологических или нейробиологических расстройствах. Таким образом, ты можешь исправить все, что происходит в биологии, но если то, что происходит, относится скорее к психологии, чем к биологии, то эти устройства ничего не исправят. Они этого не исправят. Они не могут исправить психологический ущерб. Они могут исправить физический ущерб или физиологический ущерб. Хорошо, а как насчет того, чтобы люди, перенесшие тяжелую травму, подобную той, что была у пострадавшего от Эмпт, смогли бы помочь интегрировать это аналогично сиденью для путешествий? Только не тогда, когда ты испытываешь травму, это устройство вообще не лечит травму. У меня она все еще есть. Я исцелился от нее после окончания моего турне, от многих травм, которые у меня были. Но да, я вернулся с тяжелыми травмами. Это позволило бы восстановить руки и ноги до совершенства. Ты встаешь, смотришь на себя и говоришь, «О, у меня все хорошо». И ты знаешь, что в то время ты возвращался на службу, не обязательно думая о том, что у тебя была какая-то травма, но да, позже, когда мое турне закончилось. Все это как бы настигло меня окончательно. Так что, похоже, это не восстанавливает и не излечивает физическую травму. Это излечит физические повреждения, но травма происходит на энергетическом уровне центральной нервной системы. Так что эта технология определенно может сохранить кому-то молодость навсегда. Так что знаешь, если бы ты начал, я имею в виду, что на самом деле тебе могло быть сколько угодно лет, тебе могло быть 45, тебе могло быть 95. И тебя положили бы на одну из этих кроватей, и твои клетки, все твое тело восстановились бы до более молодого здорового состояния. Теоретически ты мог бы продолжать получать такого рода лечение почти вечно. Так что мы все еще выясняем, как долго мы сможем поддерживать жизнь людей с помощью этой технологии. Но у нас служат офицеры, которым сейчас значительно больше 100 лет, потому что они были офицерами службы во время Второй мировой войны. И как только эта технология появилась в 50-х и 60-х годах, вы знаете, они способны поддерживать ее вечно. Итак, у нас есть невероятно опытный персонал. Почему бы жителям Марса не поделиться этой технологией с планетой Земля? Ведь они настолько продвинуты, что могли бы нам помочь. Мы же их братья и сестры. Ну, колонистам рассказывают, что на планете Земля больше нет жизни, что мы уничтожили самих себя. И это, знаете ли, произошло в результате ядерной войны или чего-то еще. И поэтому они, чтобы удержать этих людей от желания вернуться сюда или посетить, попытались изолировать культуры для два общества. Так что с их точки зрения нас здесь вообще нет. Так что для них было бы совсем по-другому. О, эй, вот мы и собираемся поделиться с вами этой технологией и помочь вам. Это также технология, которая просто очень тщательно охраняется. И поэтому люди действительно опасаются просто раздавать технологию, которая может сделать, знаете ли, людей, которым вы ее даете, фактически бессмертными. Я имею в виду, что совсем не обязательно, чтобы кто-то хотел попасть сюда. Здесь есть эта технология бессмертия. Так что это одна из причин, по которой мы пытаемся создать его с нуля, потому что мы знаем, что это будет невероятно сложный процесс. Чтобы получить технологию, которая существует в том виде, в каком она есть, через слои секретности, через дверные проемы и стены защиты, которые люди не хотят. Чтобы она была на, это могут уйти десятилетия, и, честно говоря, мы, вероятно, могли бы создать один прототип с нуля за более короткий промежуток времени. Прогресс, которого мы добились в разработке этой технологии, на данный момент полностью зафиксированы бумаги, и все обсуждают, как мы будем решать проблемы с компонентами. Итак, понимание проблем с программным обеспечением, понимание проблем с точностью программного обеспечения, которые нам нужно выполнить, понимание проблем с точностью аппаратного обеспечения, которые нам нужно выполнить, знание того, какими будут некоторые из этих протоколов. У нас уже были подобные разговоры, но реализация такого рода проектов обходится недешево. Мне нужны, нам нужны инженеры лаборатории, производственные лаборатории оборудования. Так что речь идет о миллионах долларов затрат на запуск проекта, чтобы он заработал. Так что у нас действительно есть несколько механизмов финансирования, которые помогают людям, у которых есть большие суммы денег, чтобы вложить их в это дело. И мы провели переговоры и обсудили этот вопрос со многими людьми. Большинство людей, у которых есть деньги для инвестирования, хотят чего-то, чего мы не хотим или не можем им дать в качестве отдачи от их инвестиций. Мы совершенно счастливы и способны обеспечить инвесторам максимальную отдачу от инвестиций, но до сих пор люди хотели того, чего мы не готовы им дать. Мы не хотим отдавать контроль над технологией, мы не хотим давать кому-то возможность просто взять прототип и убежать в какую-нибудь другую компанию или какому-нибудь другому производителю, чтобы подорвать наши позиции. Итак, мы достаточно разбираемся в деловом мире, чтобы понять, что если мы собираемся разработать это и не допустить, чтобы оно было украдено или кооптировано, у нас должен быть определенный контроль и точность в отношении нашей способности сохранить это в собственности. Стоимость запуска составит около 4 миллионов долларов в 2020 году. И это только для того, чтобы быть уверенным в том, что моим инженерам будут платить в течение следующего десятилетия. Я не собираюсь нанимать инженеров, а потом через три года говорить им, у нас заканчиваются деньги. Так вот, если я собираюсь нанять инженеров для работы над этим проектом в течение пятидесяти лет, я хочу знать, что у меня есть расчетный счет, на который они будут платить в течение следующих десяти лет. Что касается одобрения ФДА, мы понимаем, что возникнет некоторое сопротивление. Но мы также понимаем, что в ту минуту, когда у вас есть видео, да и после, скажем, группы ветеранов Ирака и Афганистана, играющих в баскетбол на инвалидных колясках, а затем у вас есть видео после того, как они все хорошо играют в баскетбол мальчик, с их новыми руками и ногами, эти люди будут просто требовать этого. И ты знаешь, что этот процесс будет происходить в некотором роде через публичное раскрытие информации, публичное раскрытие информации и публичные требования к ней. Так что если бы мы сделали это полностью по правилам, то, так сказать, встретили бы большое сопротивление. Но мы понимаем, что это такая технология, как только люди увидят, что она существует и работает, на нее просто возникнет спрос. Так что в какой-то момент мы с ней справимся. Ты просишь рассмотреть возможность получения патентов? О, да, конечно. Мы будем патентовать каждое оборудование и каждый элемент технологии по мере продвижения процесса. Мы не хотим, чтобы кто-то просто опять же украл нашу идею, а затем положил ее на полку и не обнародовал, что автомобильные компании и нефтяные компании делали с этими карбюраторами десятилетиями. Это что-то вроде «О, у тебя есть карбюратор, который расходует 100 миль на галлон. Мы дадим тебе за это миллион долларов. Отлично, он лежит на полке, никто никогда этого не увидит». Поэтому мы заранее обдумываем подобные вещи и хотим быть уверенными, что мы не столкнемся с такой проблемой. И что мы сможем опять же разрабатывать, контролировать процесс, контролировать технологию отлично, он лежит на полке, никто никогда этого не увидит, мальчик. Чтобы мы могли быть уверены в том, что это станет известно. Так эта технология также ускоряет развитие вашего интеллекта? Я бы не сказал, что эта технология напрямую ускорит развитие интеллекта, но она будет обладать способностью восстанавливать клеточную ткань мозга до идеального юношеского уровня, что может повысить интеллектуальные способности. Мой веб-сайт находится по адресу меньше, чем URL больше, чем. Earth Citizen Consulting, все в одном слове организация, а затем есть ссылка на страницу Гафандме для всех, кто хочет помочь в этом процессе. Межгалактическая космическая станция, извините меня, межгалактическая космическая станция, которая вращается вокруг Юпитера. Это объект, который используется для того, чтобы, это слово, которое я хочу использовать, облегчить общение различных видов, которые хотят вести переговоры о договорах, контрактах в нейтральной среде. Эта база, эта станция, которая вращается вокруг Юпитера, имеет несколько слоев того, что я буду называть этажами под главным этажом, которые представляют собой небольшие помещения для встреч, дипломатических церемоний и так далее. Но главная комната протянулась примерно на милю из конца в конец, она окружена большим кругом, в котором есть окна от пола до потолка высотой около 80 футов, так что в ней могут разместиться виды животных высотой от 18 дюймов до примерно 70 футов. Итак, самые крупные виды животных, которых я когда-либо видел в этой комнате, были просто гигантскими. Как выглядят эти существа ростом 70 футов? По большей части они были тем, что я бы описал как гуманоидные в смысле, вы знаете рук, ног, вы знаете пальцев, лиц, которые мы с вами распознали бы как похожие на наш собственный вид, только в некоторых случаях разные оттенки, разные цвета кожи. Голубые, красные, желтые и опять же очень-очень крупные. А в некоторых случаях, имеющие, знаете ли, более округлые черты лица или знаете ли более жесткие угловатые черты. Но я бы счел их невероятно более близкими к гуманоидным, чем что-либо еще. Это очень интересно. Они имеют в виду, что они более генетически родственны нам, чем многие другие виды, которые я видел, так что это интересно. Я никогда лично не общался с гигантами ростом 70 футов. Мне лично довелось пообщаться с великаном ростом около 25, может быть 30 футов. Это было позитивно или они смотрели на тебя свысока? Нет, на самом деле это было невероятно позитивное взаимодействие. У нас состоялся очень содержательный разговор о временной механике и о том, как работает время. И ты сказал, по-моему, ты действительно сказал, что видел каких-то собакоподобных существ, не так ли? Да, собачьи создания, собачьи бобы. Значит, они примерно нашего роста. У них собачьи черты лица, а также черты, которые я бы назвал помесью пород. Итак, мы сидели за столом с четырьмя разными собачьими бобами, и они выглядели как разные породы собак, которые эволюционировали в двуногих прямоходящих. И любой, у кого когда-либо была, или кто знал кого-то, у кого была лайка, знает, что лайки не лают. Они говорят так, я имею в виду, и они так и делают. Вот и эти бобы Канис делают то же самое. Они вроде как разговаривают. И у нас была коробка переводчик, в которую они разговаривали, и она говорила по-английски, а мы говорили по-английски, и они говорили из коробки. Это был невероятно увлекательный опыт. Это очень сюрреалистично, но в то же время, поскольку у нас есть такая связь с собаками в нашей собственной культуре, нам было очень комфортно разговаривать с ними, потому что они собаки. Это похоже на то, что у меня есть собака. Так что в каком-то смысле это делало их менее инопланетными, чем некоторых других инопланетян, потому что у нас здесь такие отношения с собаками. Так что это было очень интересно. А ты говорил, что действительно подошел к одному из них и попытался его почесать, но... Нет, на самом деле я этого не делал. Но у одного из тех, кто сидел напротив меня, были такие уши, как у Кокер Спаниэля, и так вот, знаете, уши у Кокер Спаниэля какие-то мягкие и пушистые. И я просто помню, как в какой-то момент, когда я смотрел на него, я подумал, что хотел бы дотянуться до него и спросить, о, кто ты хороший мальчик. А потом я как бы вытряхнул это из себя. Я подумал, нет, Рэнди, не начинай межгалактический инцидент с того, что почесывай посла за ухом. С какими еще существами ты общался? На самом деле довольно разнообразными. Я был там пару десятков раз, и каждый раз это было что-то немного другое. И поэтому виды, которые опять же похожи на нас, гуманоидные виды, а некоторые из них сильно отличались друг от друга. Итак, виды рептоидов, виды собак, кошачьи виды, пара китообразных, что-то вроде людей-кальмаров, вид, который, кажется, состоит из плазмы. Что-то вроде жидкой энергетической плазмы, так что они действительно выглядели так, как будто были сделаны из неоновых огней, что очень интересно. А еще один вид, который, казалось, был основан на минералах, похожий на каменного человека, это было очень интересно. Как же они передвигались? Ты знаешь, как мы с тобой двигаемся, они просто вроде как, ну и что бы там ни было. Я имею в виду, я не знаю, что происходило внутри, вы знаете, за поверхностью их кожи. Ты знаешь, я не думаю, что они были похожи на твердую породу на всем протяжении, но они определенно состоят в основном из твердых минералов. Я не знаю, у меня не было возможности препарировать один из них или посмотреть на диаграмму, но потому что они похожи и имеют органическую структуру. У них есть ступни и ноги или нет? Да, нет, они были прямоходящими, двуногими, с двумя руками и двумя ногами, но казалось, были сделаны просто из минералов, твердых минералов. Ты видел какого-нибудь снежного человека или йети? Да, на самом деле они были немного крупнее, пушистые, то, что мы называем инкиду. Снежный человек, снежного человека, мы называем их инкиду. Я имею в виду где-то около 7, 8, 9 футов ростом. Как ты думаешь, жители планеты Земля когда-нибудь пригласят присоединиться к этой межгалактической конфедерации? У нас действительно есть, я полагаю, мы подписали множество договоров со многими видами во время этих бесед на протяжении десятилетий. Таким образом, с помощью этих договоров мы заключили соглашение с определенными межгалактическими консорциумами на основе этих договоров. На самом деле на данный момент мы очень тесно связаны с остальной галактикой в социальном, политическом и экономическом плане. Мы прошли путь от едва зародившейся межгалактической культуры в 50-х и 60-х годах до культуры, которая полностью вовлечена в межгалактическую торговлю. Производство и торговлю прямо сейчас. В качестве примечания к этому следует отметить, что по-видимому две самые крупные статьи экспорта с планеты Земля в межгалактическое сообщество, это детская одежда, которая, как я думаю, не предназначена для детей. Я думаю, что она предназначена для инопланетян детского роста и пива. Так что, по-видимому, земное пиво очень любят. И вот что мне нравится в идее этой детской одежды, так это то, что у вас есть эти более мелкие виды, которые ниже ростом, одетые в земную детскую одежду. И что касается меня, я просто не могу не думать, что где-то есть какая-то планета, где какой-то маленький мальчик прогуливается по земле. Улицей кто-то идет, о смотри, на нем эти джинсы с новой земли. Судя по всему, это земная мода, им это нравится и так далее. Почему бы им не завести свою собственную моду? Судя по всему, мы делаем вещи лучше, чем это делают многие другие люди. У нас есть множество видов, которые не утруждают себя улучшением чего-либо. Действительно, каким бы банальным это не казалось некоторым людям, которые, вероятно, смотрели много научно-фантастических фильмов. Мантии действительно являются основой одежды для многих видов. Они просто надевают что-то вроде длинного куска ткани и делают вид, что именно это они и носят. Но есть много видов, которые что-то создадут, будь то одежда, космический корабль, компьютер или что-то еще, и если это сработает, отлично, не меняйте это. Давай просто продолжим использовать это в течение следующих пяти или десяти лет. Зачем утруждать себя тем, чтобы что-то менять? Это работает. Мы, с другой стороны, делаем что-то через пять минут после того, как закончили это делать, и думаем, теперь я знаю, как сделать что-то получше. Итак, за последние семьдесят лет, когда многие виды просто сказали бы, вы знаете, мы сделали это, у нас все хорошо. Мы продолжаем что-то делать, совершенствуя это, совершенствуя это, совершенствуя это, совершенствуя это. Так что во многом мы просто производим вещи лучше, чем это делают многие другие виды животных. Так что им просто нравятся наши изделия, потому что мы делаем хорошие вещи. Если бы они импортировали одежду с планеты Земля, то наверняка люди на Марсе знали бы, что планета Земля все еще существует. Люди на Марсе не обязательно знают об этом. Так что многие из этих торговых соглашений заключены, и условия доставки не обязательно известны населению в целом. Кроме того, на Марсе тоже есть производственные мощности для многих вещей. В основном это то, что они импортируют и экспортируют с Марса. Им не обязательно знать, что они импортируют и экспортируют с Земли. Им сказали бы, что они импортируют и экспортируют из других колоний или, возможно, с других планет. А как насчет импорта контрабандных фильмов или музыки? Современная поп-музыка? Это хороший вопрос. Нам определенно не разрешалось на наших военных базах иметь доступ ни к какой музыке, ни к каким средствам массовой информации, ни к газетам, ни к компакт-дискам, ни к чему другому. Ни к видео, ни к фильмам. Нам ничего подобного не разрешалось. Но время от времени, конечно, происходит какое-то перемещение контрабанды. Я могу знать это наверняка, но нам это запрещено. Это вовсе не значит, что у нас никогда не было контрабанды. Это просто означает, что нам это не разрешалось. У нас были бы неприятности, если бы нас когда-нибудь нашли с этим оружием, но я оставлю все как есть. Так вот, недавно Илон Маск заявил, что хочет полететь на Марс. Правильно. И как ты думаешь, знает ли он о том, что на Марсе есть силы обороны Марса и колонии? Я бы подумал, что Илон Маск должен знать намного больше, чем он говорит. И я думаю, что это его главная причина, по которой он хочет отправиться на Марс. Чтобы он мог доказать, что некоторые из вещей, которые, как он знает, верны, например, что там есть пригодная для дыхания атмосфера и что там есть родная биологическая жизнь. И я думаю, что он был, так сказать, инвалидом в том смысле, что хорошо, ты хочешь полететь на Марс, отлично, но ты ограничен только ракетными технологиями. Я имею в виду, что он должен быть осведомлен об электрогравитационных, магнитогравитационных технологиях, но он знает, что не может ими пользоваться, ему запрещено их использовать. Поэтому он такой, хорошо, хорошо, я разработаю и сделаю сложные ракеты, которые я смогу запускать и автоматически приземлять на платформу в океане, чтобы восстановить их и сделать это дешевым процессом. Поэтому я думаю, что он должен знать гораздо больше того, что сказал бы, и я думаю, что именно это во многом мотивирует его желание добиться успеха, тот факт, что он это знает. Но он не может сказать об этом больше, чем многие другие люди, не испытывая при этом сильного раздражения или критики, которые могли бы навлечь на него неприятности. Так что же ты думаешь о том, что Дональд Трамп создает космические силы? Это хорошо или плохо? Я бы сказал, что создание космических сил, цитирую без кавычек, это своего рода шаг вперед, потому что любой, кто знает, знает, что они у нас уже есть. Итак, теперь, когда у нас есть космические силы США, цитирую без кавычек, это прикрытие, знаете ли, что-то вроде фальшивого прикрытия для реальной организации, стоящей за этим. Но это означает, что теперь у них есть штаб-квартира, штаб-квартира и учетная запись в Твиттере. И это определенно может облегчить распространение технологий из секретной военной космической программы, которой уже несколько десятилетий. Значит, через шесть месяцев, двенадцать месяцев, восемнадцать месяцев они могут сказать, о, посмотрите на этот наш новый истребитель, который летает за пределами атмосферы на высоте 800 футов или что-то в этом роде. Или, о, смотри, эти новые разведывательные машины, эти ТР-3Б, которые мы тайно разрабатывали в течение последнего десятилетия, хотя они у нас с 60-х годов. Теперь они могут выпускать материал так, как будто он совершенно новый, или мы только работаем над ним, когда это материал, который у нас был долгое время. Таким образом, это действительно позволяет использовать этот потенциал, чтобы начать внедрять много информации и технологий, создавая фронт. Так что будем надеяться, что это хорошо. Как ты думаешь, увидим ли мы казино Трампа на Марсе в ближайшее время? Я думаю, это невероятно. Я не знаю, будет ли это в ближайшее время, но в какой-то момент невероятно возможно увидеть казино Трампа на Марсе, да. Потрясающе. Конечно же, если парню есть что сказать по этому поводу, у него будет что сказать, не так ли? Так почему же, по-твоему, они позволяют тебе хранить свои воспоминания там, где так много людей участвуют в этих проектах, чтобы стереть свои воспоминания? Это определенно было частью моего процесса, в соответствии с которым я был создан для того, чтобы иметь возможность самовосстановляться. А это означало, что возвращение моих воспоминаний было частью желаемого процесса. И у специального отдела Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов совсем другое отношение ко многим этим вещам, чем у других агентств. Таким образом, мы вовсе не обязательно хотим, чтобы у наших сотрудников никогда не восстановилась память. Мы хотим, чтобы наш персонал мог в какой-то момент восстановиться и потенциально продолжить свою карьеру в качестве гражданских лиц. Или, в моем случае, в качестве независимого полевого командира, потому что, знаете ли, весь смысл проектирования и создания нас такими, какими мы были, состоял в том, чтобы нас не бросили и не выбросили, но чтобы мы могли и дальше оставаться полезным ресурсом. Поэтому я знаю, что командный состав хочет, чтобы люди знали правду, потому что хранить тайну прямо сейчас еще опаснее, чем говорить правду. Храня секреты, мы подвергаемся большей опасности, чем докопавшись до истины. Поэтому мы считаем, что это очень и очень важно. Так что я знаю, что мне позволено делать то, что мне позволено делать, потому что мы хотим видеть лучшее будущее. Мы хотим видеть раскрытие информации, и вы знаете, у нас не может быть представителя, у которого мозги из овсянки. Так что в какой-то момент мне нужно было вернуть свои воспоминания и исправить все это, чтобы я мог быть хорошим представителем командного состава. А люди когда-нибудь связывались с тобой, чтобы попросить присоединиться к полету на Марс. На самом деле я получаю много электронных писем от людей, которые спрашивают меня, как мне присоединиться, как мне присоединиться к программе. И я часто, когда у меня есть время, отвечаю этим людям по электронной почте и спрашиваю, разве вы не слушали то, что я вам говорил? Вы же не хотите этого делать. Вы же не хотите присоединяться к нам. Это было ужасное время. Но большинство электронных писем приходит от молодых людей или детей, которые очень увлечены. И это одна из причин, по которой мы думаем, что нам нужно также перейти к раскрытию информации, потому что в структуре ощущается нехватка персонала. И в какой-то момент нам понадобится открытый набор, нам нужен добровольный набор. В какой-то момент я должен буду сказать этим людям, ты хочешь пойти в армию? Я не могу говорить людям, что им не следует этого делать. Я верю в служение своей стране и своей планете, и поэтому тот, кто испытывает, знаете ли, желание делать то же самое, отлично, присоединяйтесь. Поэтому я думаю, что у нас должна быть возможность проводить открытые призывы, чтобы люди могли вступать в армию, если захотят, и служить, если захотят. Я полагаю, это тот выбор, который они должны иметь возможность сделать. Нам определенно понадобится персонал, нам понадобятся тела погибших. Тебе когда-нибудь случалось видеть дождь или водоемы на Марсе? Что касается воды на Марсе, то там было несколько ручьев, лед, снег. У нас было не так уж много дождей, небольшие осадки, но в основном у нас на севере случались, знаете ли, небольшие снежные порывы, наблюдать за которыми невероятно увлекательно. 4,4 G. Это очень, очень, очень медленно. Так что это похоже на снег в замедленной съемке. Почему Эмт или ЦУП не публикуют никаких фотографий этих объектов или БАС? У меня действительно есть кое-кто, у кого есть доступ к бэкдерным компьютерам в НАСА, кто передал мне несколько фотографий, на которых видно, что там происходит. Но они не хотят публиковать кучу фотографий прямо сейчас, потому что им не нужны люди. МДФ и ЦУП сами не обязательно хотят, чтобы люди знали о том, что происходит. Есть и другие агентства, которые знают об этом, но кое-что из этого уже просочилось наружу, кое-что из этого доступно в интернете, если люди захотят поискать это по сторонам. Но в основном это не люди на Марсе, которые хотят, чтобы правду говорили, это в основном люди здесь, которые понимают, что мы должны просто дойти до того, чтобы говорить правду. Чтобы мы могли сблизить такого рода отколовшуюся цивилизацию, цитирую без кавычек, и цивилизацию старой школы мальчик, потому что они полностью взаимосвязаны. Одно не может существовать без другого, как бы некоторым людям не хотелось думать, что возможно они могут это сделать. И в какой-то момент мы должны подняться на нижнюю ступень цивилизации, что и происходит здесь, на планете Земля. И приблизить ее к этой продвинутой, цитирую без кавычек, отколовшейся части цивилизации, чтобы вернуть нас всех к единой цивилизации. Это важно для нашего выживания как вида, как планеты, как цивилизованного мира. Это просто необходимо для того, чтобы мы выжили. Так что, по сути, я не пытаюсь дискредитировать тебя или что-то в этом роде, меня просто послали, потому что я занимаюсь той же областью исследований, что и ты. На самом деле у меня нет никаких доказательств того, кто я такой, но у тебя за ухом есть имплантат, который, как ты сказал, похож на собачий жетон. Правильно. Есть ли какой-нибудь способ, которым вы могли бы разработать какой-нибудь РФИД-считыватель, который мог бы считывать данные? Это действительно хороший вопрос. Так что да, у меня действительно есть этот имплант с собачьим жетоном за левым ухом, который виден. И у меня есть еще один имплант за ухом, который находится прямо в маленьком углублении за ухом, так что вы не можете его увидеть, но я могу засунуть свой мизинец внутрь и найти его. Это РФИД-считыватель, так что если бы у нас был подходящий считыватель, то мы потенциально могли бы считывать содержащиеся на нем данные. Я разговариваю с хирургом о том, чтобы удалить его хирургическим путем и рассмотреть под электронным микроскопом. У нас должна быть какая-нибудь надпись на внешней стороне. Определенно, как только мы сможем его вытащить, мы с моим главным инженером сможем начать работать над этим, выясняя, как использовать различные радиочастотные резонансы, чтобы попытаться выяснить, сможем ли мы заставить его реагировать или считывать данные с него. Так что, проведя некоторые исследования, вполне возможно, что мы действительно сможем считывать с него данные. Хорошо. Когда ты был на Марсе, велась ли какая-нибудь дискуссия о терраформировании планеты? Насколько я понимаю, местные рептоиды начали терраформировать Марс вскоре после разрушения атмосферы. И мы, безусловно, участвовали или помогали, или параллельно участвовали в параллельных проектах по терраформированию Марса, чтобы вернуть его в то зеленое пышное состояние, в котором он был раньше. Раньше она была очень похожа на Землю. Насколько я понимаю, в том, что касается океанов, воды, растительной жизни. Поэтому они пытаются вернуть ее туда. Но ты выбрасываешь атмосферу и 90% своей воды, и потребуется некоторое время, чтобы восстановиться. Так что они все еще находятся в процессе восстановления. Вода действительно испарилась в космос, или она находится под землей. Огромное ее количество испарилось в космос. Ее довольно много застряло в почве под землей. Вот почему здесь ведется добыча воды. Она все еще довольно сильно застряла во льду. Так что там все еще есть много доступной воды. Но она совсем не похожа на ту, что была раньше. Определенно существует технология, которая может создавать воду и может изменять молекулярную структуру определенных веществ, превращая их в воду, водород и кислород. Так что есть возможность восстановить большую часть воды, которая у них там есть. Это чистая правда. Так что этого, вероятно, не произойдет при нашей жизни, если только они не выпустят эти колоды бессмертия до того, как мы увидим, как Марс превратится в прекрасный сад. Очень вероятно, что да, мы с тобой не увидим, как Марс превратится в пышную зелено-голубую планету при нашей жизни. И опять же, если мы не получим, знаете ли, технологию продления жизни и не доживем до столетий. Это, вероятно, займет некоторое время, да. Ты видел оригинальный фильм «Тотальный отзыв» с Арнольдом Шварценеггером? Да, конечно. Я видел фильм «Тотальный отзыв» с Арнольдом Шварценеггером. Они когда-нибудь пытались переправить это контрабандой на Марс? Такого я еще не видел. Такого я еще не видел. Да, это правдоподобное отрицание. Такова реальная история. И почему я рисую одеяло автор, который это написал? Филипп К. Дик. Значит, Филипп К. Дик написал эту историю. Действие оригинальной истории происходит не на Марсе, а только на Земле. В оригинальной истории вообще нет ничего из того, что рассказывается о Марсе в фильме Шварценеггера. Поэтому, когда они сняли более поздний фильм «Полное воспоминание», для любого, кто видел это, это история, но опять же ничего из этого не происходит на Марсе. Поэтому включение этого в сюжетную линию Шварценеггера было правдоподобным отрицанием, потому что они знали, что к людям, которые служили, начнут возвращаться воспоминания. И они хотели иметь какое-то правдоподобное отрицание, чтобы сказать, что вы просто смотрели «Полное воспоминание» слишком много раз. А как насчет того, чтобы? Конечно же, в фильме показывали инопланетные сооружения. Правильно. Не могли бы вы прокомментировать пирамиды или какой-нибудь другой вид, я не знаю, сфинкса на Марсе? Я никогда не был в Седонии, так что я не видел ни пирамид, ни лица, ничего-либо подобного конкретно. Но однажды во время патрулирования мы подошли к тому, что очевидно было очень прожавевшим и прожавевшим островом небоскреба, зарытого в землю. Так что перед нами наверняка были остатки развитой цивилизации. Ты видишь вот это-то, что осталось от решетки, четыре угла и балки, соединяющие углы. Это конструкция небоскреба. И когда же, по-твоему, эти города испарились? Насколько я понимаю, тысячи лет назад. Примерно 10 лет назад, насколько я понимаю, плюс-минус. И предположительно, последний золотой век на Марсе был 500 лет назад, не так ли? Сказать, что последний золотой век на Марсе был 500 лет назад, звучит примерно правильно, да. Как бы вы определили золотой век? Я бы определил золотой век как цивилизацию, которая, знаете ли, достигла определенного уровня продвинутого понимания биологии, химии, физики. И решила не потреблять и не уничтожать себя войной или жадностью. Это можно было бы назвать золотым подарком. Все обернулось бы именно так, как оно и было. У нас здесь тоже когда-то была золотая цивилизация, и мы можем вернуть ее обратно. Так что то, что мы потеряли ее, а не потеряли, еще не значит, что ты не можешь ее вернуть. А ты хоть представляешь, как была разрушена атмосфера? Насколько я понимаю, было просто использовано оружие, которое взорвало атмосферу и заставило океанов скипеть, и большая часть этого пара просто вылетела прямо в космос, прежде чем оно, знаете ли, достигло какого-то равновесия и создало новую стратосферу. А тебе когда-нибудь угрожали расправой за то, что ты предашь это огласке? Я не получал никаких угроз расправой за то, что я предам это огласке. Я определенно получал несколько писем с ненавистью, и однажды я отравился промышленным растворителем или чем-то таким, что моя лимфатическая система должна была начать выводиться наружу. Итак, у меня была это, знаете ли, оранжевая слизистая жидкость, которая выходила наружу, имела маслянистый блеск и слегка пахла бензином. И примерно через пять дней это прекратилось. Но тогда результатом этого стал временный паралич мышц моего пищевода, так что я не мог глотать твердую пищу. Так что из-за этого я фактически целый год сидел на жидкой диете. Да, мы подходим к концу, так что я закончил со своими вопросами. Поэтому то, что я собираюсь сейчас сделать, это просто дать тебе возможность поговорить о чем-нибудь еще, что по твоему мнению имеет отношение к делу, чем ты хотел бы поделиться, о чем еще не говорил. Я добавлю к этому еще кое-что. Командный состав специального отдела Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов считает, что есть две вещи, которые люди должны делать, чтобы помочь этому процессу. Во-первых, не стоит недооценивать участие общественности в политической жизни. У нас в стране ужасающие показатели участия и явки избирателей, и это часть проблемы. Политики, несмотря на то, что многие люди хотят не согласиться со мной по этому поводу, будут реагировать на требования своих избирателей. Они будут реагировать на требования, они будут реагировать на людей, вы знаете, достаточно кричать и потрясать кулаками, потому что если проголосует достаточное количество людей, эти голоса будут иметь значение, и именно так люди сохранят свои места или потеряют их. И мы знаем, что некоторые сенаторы и конгрессмены взяли на себя смелость попытаться провести какие-то исследования, попытаться запустить какие-то программы по изучению неопознанных воздушных явлений и так далее. И так предпринимаются некоторые попытки как бы переместить мяч по полю. И я могу просто сказать, что мы просто не можем недооценивать важность участия людей в этом процессе, чтобы добиться успеха. Во-вторых, это то, что еще одна вещь, которую людям нужно сделать, это начать развиваться самим. Так что это вопрос сознания, физиологический вопрос. Это одна из причин, по которой я веду занятия по псионике, чтобы попытаться дать людям базовые основы, необходимые им для развития и развития своих способностей. Чтобы мы могли перейти от псионической цивилизации к псионической цивилизации, чтобы мы могли по-настоящему развиваться. Две вещи, которые мы должны сделать, это развиваться в социальном смысле, а это социальная политика, и мы должны развиваться в личном смысле. И это связано с развитием нашего разума, нашего тела и нашего сознания. И то и другое мы считаем невероятно важным. Именно поэтому мы рассказываем о том, что мы делаем, чтобы попытаться донести эту информацию до общественности, чтобы люди могли начать вовлекаться в свой процесс и вовлекать самих себя. Итак, если они использовали тебя эти 20 лет назад, я предполагаю, что после 20 лет службы они вернули тебя обратно в то место, куда забрали. Верно, через 15 минут после того, как я ушел. Значит, у них есть технологии путешествий во времени. Это значит, что они, вероятно, тоже побывали в будущем и знают, чем все это обернется. Насколько я понимаю, будущее это постоянно меняющийся результат. Так что мы движемся к будущему, которое подталкивается к тому, чтобы развиваться определенным образом. И поэтому некоторые люди хотели бы, чтобы все сложилось очень хорошо. Все еще есть люди, которые хотят, чтобы все обернулось не так уж хорошо, которые думают, что очистить планету от миллиардов людей или что-то в этом роде, хорошая идея. Мы уже подсчитали, что это плохая идея. Это нанесло бы ущерб экономике нашей планеты, нашей солнечной системы. Это подорвало бы способность военного комплекса защищать солнечную систему, защищать планету и защищать человеческий род. Поэтому мы не думаем, что что-либо из этого является хорошей идеей. Мы считаем, что предоставить себе наилучшие возможности для достижения успеха как культуре в рамках цивилизации – это лучшее, что можно сделать. Но да, у нас есть некоторое представление о том, куда мы движемся и как это должно получиться. Мне объяснили, что если все пойдет так, как должно, то примерно к 2048-2050 годам мы будем в гораздо лучшем состоянии. Примерно, как знаете ли, почти золотая цивилизация, о которой мы здесь говорили. Если все пойдет хорошо, то многое в этом мире должно быстро измениться в течение следующих 30 лет. И давай будем честны в этом вопросе. 30 лет некоторым людям могут показаться долгим сроком, но 30 лет – это не такой уж большой срок. Я все еще буду жив через 30 лет, и ты почти наверняка будешь жив через 30 лет. До этого не так уж далеко. Ты хочешь вернуться на Марс? Я бы с удовольствием вернулся на Марс, чтобы покончить с собой. Я не хочу возвращаться на службу, но это было бы просто частью моего собственного процесса исцеления – вернуться и сказать, «Хорошо, да, я был здесь». Да, вот на что это было похоже. Итак, я знаю ветеранов Вьетнама, которые вернулись во Вьетнам, чтобы покончить с собой, и это было бы то, что я хотел бы сделать снова, чтобы покончить с собой лично». Хорошо, спасибо тебе, Рэнди. А теперь, почему бы тебе снова не поделиться своим сайтом? Мой веб-сайт называется rcitizenconsultingalloneworld.org, и люди могут написать мне туда по электронной почте, связаться со мной там, посмотреть все мои материалы там. Мы обновляем его для тех из вас, кто посмотрит на него и спросит, что это такое. Вы ничего не обновляли за два года? Да, мы работаем над этим. Так что скоро мы все переупакуем и обновим веб-сайт. Субтитры сделал DimaTorzok